Воздоравливающих от коронавирусной инфекции граждан с каждым днём становится больше. Как говорят международные эксперты, у нас серьёзные позитивные показатели. И всё это благодаря принятым мерам, самотверженным врачам, методам лечения в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Согласно информации, полученной от Министерства здравоохранения, 2 мая выздоровели от коронавируса и переведены в Центре реабилитации 43 наших соотечественника. Из них 17 жителей Наманганской области, 8 мужчин и 9 женщин, 7 человек из самого города, 5 из Ульчинского района, четверо Наманганского и один из Янгикурганского района. Самому старшему 53 года, младшему всего 6 лет. В настоящее время в области вылечено 84 человека. Наконец я выздоровел и счастлив, что всё прошло благополучно. Спасибо всем тем, кто заботился о нас. Хотелось бы отметить своевременность предпринятых государством карантинных мер. В республике Каракал-Пакстан от коронавирусной инфекции выздоровело ещё 8 граждан. Благодаря усилиям врачей и надлежащим процедурам в соответствии с международными стандартами вернулись к здоровой жизни трое граждан в Хорезмской области. Ранее они прибыли в страну чартерным рейсом из России. Я выздоровел. Спасибо всем за оказанное внимание. Низкий поклон сотрудникам здравоохранения, которые, не покладая рук, днём и ночью трудились и заботились о нас. Хорошие новости продолжают поступать. Так, ещё два пациента Андижанской областной инфекционной больницы прошли успешное лечение от COVID-19. Лабораторные исследования показали, что они полностью здоровы. В настоящее время в данной больнице остаются с таким же диагнозом 52 пациента. Лучше и лучше ситуация и в столице. В течение всего дня 2 мая были выписаны из многопрофильной клиники Ташкентской медицинской академии и отправлены на дальнейшее прохождение реабилитационных процедур 13 человек. На сегодняшний день они выздоровели с успешностью. Мы их выписали домой в хорошем настроении. Задача у нас ещё выписать ещё 50 больных, которые у нас остались тоже с успешностью. Они идут тоже к выздоровлению. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова